Демократы сегодня празднуют промежуточную победу на Капитолийском холме. Они добились от республиканцев договоренности о проведении голосования по ужесточению контроля за оборотом оружия. На уговоры оппонентов ушло 15 часов. Все это время 40 сенаторов-демократов поддерживали своего коллегу, представителя Коннектикута Криса Мерфи. Он клялся не покидать трибуну, пока республиканцы не пойдут на попятную. Ко мне в студии присоединяется политический обозреватель Мария Гордон. Здравствуйте, Мария. Почему сенаторам пришлось применять такую одиозную парламентскую процедуру, как филибастер? Внимание всех американцев привлечено к вопросу оружия, особенно после стрельбы в Орландо. Здравствуйте, Лиза. Суть этой старинной парламентской меры, применявшейся еще в Древнем Риме, заключается в том, чтобы организовать бесконечное выступление, заблокировав принятие законодательного акта. Это делает обычно оппозицию, у которой не хватает голосов для того, чтобы в штатном порядке покончить с неугодным законом. В данном случае Мерфи заблокировал трибуну, чтобы заставить сенатское и республиканское большинство начать обсуждать нужную ему законодательную меру. Мы хотим версию закона Файнштейна, который запрещает лицам из списка, где перечислены те, кому нельзя летать в самолетах, покупать оружие. Мы хотим, чтобы этот биль был внесен на голосование в Сенат. Второе, чего я хочу от этого законопроекта, расширить проверку биографии тех, кто приобретает оружие на ярмарках и в интернете. Это тоже должно пройти голосование в Сенате. Обе эти меры поддерживаются американским народом, 80 и более процентами опрошенных. И они необходимы для того, чтобы уберечь американцев от новых террористических нападений. Такое впечатление, что у сенатора Мерфи лопнуло терпение. Он был избран на свой пост в 2012 году, сразу после того, как в его штате, в школе Сэнди Хук, жертвами стрелка стали 20 детей и шестеро взрослых. Это трагическое событие сделало Криса Мерфи самым последовательным в Сенате борцом за ужесточение контроля за оружием. И вот в среду, через три дня после флоридской трагедии, он решил пойти на крайние меры и объявил филибастер. Свою пространную речь он завершил уже после полуночи, призвав коллег спросить себя, что они могут сделать, чтобы стране не пришлось пережить подобное очередное массовое убийство. Общество откликнулось. Акция Мерфи привлекла внимание пользователей Твиттера в США, где она за несколько часов вышла в главные тренды. Напомним, орландский убийца Амар Матин совершенно легально приобрел оружие, из которого убил 49 и ранил 53 посетителей ночного клуба в Орландо. Он купил пистолет и полуавтоматическую штурмовую винтовку. Именно из этого популярного среди террористов оружия были расстреляны дети из коннектикутской школы Сэнди Хук. Оно же применялось в калифорнийском Сан-Бернардино в декабре прошедшего года. Там было убито 14 человек. В этой ситуации республиканцам было довольно трудно сопротивляться напору сенатора Мерфи. Хотя, как правило, они решительно выступают против любых новых федеральных ограничений права американцев на покупку и ношение оружия, считая их противоречащими Конституции США. Однако, повторяю случай вопиющий, даже Дональд Трамп, который в своих высказываниях старается всех республиканцев перереспубликанить, уже сообщил, что будет говорить в поддержку закона с всесильным оружейным лобби. Вы знаете, когда Трамп начинает вести себя, скажем так, прилично, уже следует начинать беспокоиться. Спасибо. Это был комментарий обозревателя РТВ Марии Гордон.